Живут в страхе в собственном дворе. Речь идёт о жильцах многоэтажного дома по улице Мирон Костин в столичном секторе Рыжкановка. Шесть лет назад при въезде в их двор демонтировали защитные барьеры. Теперь машины здесь ездят с превышением скорости. Более того, образуются заторы. Люди говорят, что уже не раз случались аварии, в которых страдали дети, пожилые жильцы многоэтажки и даже домашние животные. Горожане несколько раз обращались к муниципальным властям с запросом восстановить защитный барьер при въезде во двор или установить ограничители скорости. Раз, два, три, четыре подъездных пути до детского сада, минуя наш двор. Почему все едут в детский сад утром, заезжают через наш двор и тут же разъезжают и поворачиваются? Мы смотрели по номерам машины. У нас очень много видеофиксаций. Местная жительница Кристина Мирон говорит, что хуже всего обстоят дела с началом учебного года. Дети подолгу ждут, чтобы перейти улицу. Её дочь вообще один раз задела проезжающая машина. С тех пор девочка боится сама выходить на улицу. Здесь словно конвейер, одна машина за другой. Это невозможно. Дочери 11 лет, и я не разрешаю ей выходить самой на прогулку, потому что это опасно. Стоят дети под окнами и боятся выходить, потому что ездят машины. И для Анастасии Лукьян выход на улицу – большой вызов. Я была с дочкой, и машина её задела. Она у меня с ограниченными возможностями. И её задели. Но хорошо всё обошлось. Горожане говорят, что трудно приходится и домашним животным. Были случаи наезда на наших домашних животных. И когда машина, люди видели, как переехал, вышел и кинул его под колеса стоящих здесь машин. Ну вот это дети плакали, дети были в шоке. Можете представить, когда они любят этих животных и видят их смерть раздавленных животных, то это был страшный стресс. Заторы во дворе образуются с 8 до 9 утра и с 5 до 6 вечера в самый час пик. Всё из-за того, что водители намереваются объехать пробки на улице Флорелор. Для нас это мучение. Мамы с колясками тут пройти вообще не могут в это время. То есть дети с рюкзаками вынуждены обходить по отмостке. По отмостке или по полям ходить. То есть это безобразие. Постоянно сигналы, ругань, маты. Люди говорят, что не раз обращались в полицию при Турур-Шкановке, но ответа не последовало. Я писала заявление на пяти страницах. Я потом пришла, моего заявления нет. Понимаете? Вот как у нас. Не зарегистрировано оказалось. Мы получили ответ в 2023 году от главного управления городской мобильности о том, что проблему решат. Но до сих пор ничего не сделали. Ничего. Мы задыхаемся от машин. Нам страшно за детей. Это опасное место. Люди просят, чтобы власти их услышали. Мы очень просим учреждения решить нашу проблему успешно. Установить ограничители скорости, чтобы мы тоже могли жить спокойно. У нас есть право жить спокойно в этом городе. Мы направили запрос в главное управление городской мобильности. Нам ответили, что защитный барьер по адресу Мирон Костин 4-1 демонтировали в 2018 году по просьбе генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, когда случился пожар в многоэтажке, и пожарные не могли попасть во двор. После этого притура Рыжкановки решила окончательно его убрать. В главном управлении городской мобильности заявили, что знают о проблеме жильцов. В результате при въезде во двор и при выезде установили соответствующие дорожные знаки. Однако другие барьеры они установить не могут. Вот это запрещено законом. Кроме того, в управлении отметили, что на пешеходном переходе в зоне установили фотоэлектрические элементы и нанесли разметку абразивным материалом. А при этом Рыжкановки Виктор Поляков заявил для УАН-ТВ, что лично обсудит с жильцами их запрос.